друзья всем огромный привет сегодня предстоит ролик и большая работа буду ставить по крайней мере начну сколько успею буду ставить короче забор вы увидите целиком все видео как мы поставили забор забор будем делать из профлиста купил вот такие штуки на столб крепится сюда профиль входит все это на саморезы в общем работа предстоит большая система будет какой учитывая что он приварен сейчас я буду болгарка вот это все снимать ну и разумеется его выкидывать не буду весь этот забор пойдет на зады на бока где есть дырки чтобы собака наша никуда не убежал потому как было уже несколько случаев побега нашего пса нашей собачки колюхи на другие участки любит она это делать беглянка то еще в общем сейчас начинаю болгаркой работать после этого ставлю профили на эти переходники потом все крашу и потом уже буду делать проф насти и а и и и и и и и цветы сянул будем там срезать все теперь уж потом ну да да не часто ну пойду их там все подрежу ну да ну что ж фронт работы намечен и система снятия старого забора болгаркой понятно ну что ж ребятки работа продолжается быстро достаточно снимаю я думаю будет дольше хорошо что не каждая планка проварена партиями какими-то идет поэтому идет быстро и сейчас надо вот эту вишню отпилить она тут наросла в нескольких местах просла решетку будем от нее избавляться блин дождь начался немного болгаркой работать нельзя сейчас закончится туча в принципе небольшая он там громыхает вы слышите пик там а как идет непонятно может и на нас придет а может стороной пройдет непонятно ждем после дождя я продолжу свою работу по снятию старого забора ну и наконец-то первый этап был завершён ну чё все в принципе я убрал но есть нюанс этот профиль два с половиной метра и мне вот именно на этот промежуток не хватает тут больше трех получается что вот здесь надо сейчас вкапывать один столб я купил 60 на 60 вот он лежит и нужно его сейчас копать опять дождь пошел блин прогнал меня выкапывать яму под столбик погода конечно всю неделю такая то дождь то солнце то дождь то солнце ну надо ждать никуда не деться перерывах между короткими дождями я установил дополнительный столб ну а после этого я занялся установкой специального крепления на столбы которые я вам уже показывал прикрутив первое такое крепление я натянул нить и соответственно по ней прикрутил саморезами по металлу все остальные крепления получилось достаточно прочно ну и вот так выглядит крепление непосредственно столбе такой крепеж упрощает монтаж и не требует сварочного аппарата поэтому я его и выбрал ну а теперь настала очередь профильной трубы размером 20 на 40 учитывая что столбы вкапывал не я а бывший хозяин у меня не оставалось выбора и и я подгонял профильную трубу под пролеты которые уже у меня были 4 устал бассейн сейчас сейчас короче доделываю балки пойду в бассейн потому что они мокрые однажды я пусть подсохнут а потом буду красить параллельно зажгем огонь будем сегодня бургеры кушать бургеры а называться они буду знаете как вкусно и дачка чё сказал понял а чё вкусные . это вкусные дачки да не вот шуруповерт пригодился рыболовный чего я в него делал не знаю все выручает это мы вырежем да нет вставлю такое тоже бывает и такое бывает давай мне шурупу я подожди вот такая фигня бывает все гладенько и ровненько что ли нет ушки нормально держится креплю только сверху снизу не буду крепить держится прям намертво все ну и вот завтрашний день настанет и будем сам забор ставить сегодня еще красим ну да я же сказал за два дня в принципе нормально можно поставить давай сначала подожди ты рота можно наверное на следующий выходные уже делать смотрим там во первых как с погодой что смотря как я быстро поставлю листы завтра может и листы и погода еще видишь если дождя не погодилось вообще классный ну что ж каркас для обшивки проб листом готов вот так собственно все и получил ну и после такой работы мы решили перекусить ну что ж надо покушать и доделать еще покрасить это очень вкусно ладно мы кушать и потом включение ну а после плотного ужина хоть и не хотелось уже работать но все-таки нужно было сделать одно дело это покрасить каркас для будущего забор для этого я выбрал недорогую черную эмаль в покраске всех труб мне помогала жена и с ней мы управились достаточно быстро все на сегодня хватит уже вечер восьмой час по моему сейчас надо в баньку сходить отдохнуть и завтра приниматься обшивать как обошью потом по времени посмотрю хватит ли мне заняться воротами и калиткой вот потому что их тоже буду обшивать новые друзья не переключайтесь мы с вами еще встретимся в этом выпуске вот так вот так ну а на следующее утро я занялся непосредственно обшивкой забора если честно я думаю будет гораздо сложнее сделать его ровно но у меня на удивление получилось достаточно быстро и просто данный метраж я прошел три раза сначала мы прошли с женой и прикрепили все листы чтобы видеть полную картину потом я прошелся и прикрутил саморезами верхнюю часть забора и в третий раз я прошелся и прикрутил нижнюю часть забора что ж забор основной сделан сейчас надо будет вот здесь вот тоже обшивать так в принципе мне самому нравится как выглядит ну а калитку и ворота я пришил прямо на ту конструкцию которую меня уже было а вот так выглядит с внутренней стороны здесь я не стал убирать принципе нормально смотрится серый серым кстати так ставится но здесь вообще красота такой забор двухметровый ничегошеньки не видно теперь класс что ж друзья на этом все вот такой большой выпуск сложный забор первый раз ставил забор профнастил все устал теперь надо будет немножко отдыхать вечер воскресенье теперь только отдых купание в бассейне и отдых гром правда гремит сейчас гроза начнется подписывайтесь на канал чтобы узнать что будет дальше всем пока до новых встреч как он собирается в дождик ну да я то в бассейне только искупался не то пофигу аллергия заходи идем туда колюш и сюда иди ко мне идем иди сюда сюда иди колюша побежит а ты че там не прикрыл то а также и Субтитры сделал DimaTorzok